Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я сейчас прочитал новость, которая реально меня улыбнула. Вот наконец-то, наконец-то начала двигаться игра, хотя бы отчасти в том направлении, куда действительно надо было двигаться уже давно. Значит, смотрите, выложили новость следующую. Изменения в работе балансировщика в обновлении 9.4. Напомню, ожидаем скоро выход обновления и игра уже будет в версии 9.4, там много всего будет добавлено. Но наконец-то, наконец-то свершилось чудо и разработчики написали вот это. Я надеюсь, что оно хотя бы как-то начнет работать, потому что уже задолбали, задолбали хамовитые статисты, которые начинают поносить всех, кто не может играть на таком уровне, как они. И вот написали разработчики следующее, смотрите сюда. Если коротко, то благодаря этому правилу, более умелые и нацеленные на победу игрокам в бою будут чаще попадаться такие же умелые и мотивированные союзники. А менее эффективные бойцы, наоборот, станут попадаться гораздо реже. Ребят, о чем это говорит? Да, это правило будет работать на тех ребяток, у которых 5 плюс тысяч боев, в первую очередь. Но, ребят, это то, чего я ждал. Наконец-то наши холеные, всеми любимые, помешанные на статистике игроки. Я не беру в отчет тех ребят, которые придерживались статистики, но при этом не оскорбляли, не унижали и не поносили тех, кто за статистикой не следит. Допустим, таких игроков, как я. Мне на стату вообще чихать. Так вот, ребят, наконец-то, вот все вот эти товарищи, которым было в кого бросаться фекалиями после того, как они проигрывали, они наконец-то будут схлестываться с такими же, как они сами, и в команде у них будут находиться такие же, как они сами. И вот теперь, ребят, мне стало действительно интересно, а в кого же теперь будут лететь фекалии от тех товарищей, которые не смогли самореализоваться в бою и перевешивали всю эту провину на всех, кого не лень. Да, безусловно, я не спорю. Есть определенный ряд умелых игроков. Ребята придерживаются статистики. Ребята держат средний урон. Ребята держат процент побед. Ребята пытаются отыгрывать по максимуму. Есть ребята, которые не умеют играть, да, то есть не получается у них. Ну, не хотят они, я не знаю, там, заморачиваться с тем, чтобы выучить все цифры наизусть по времени перезарядки, уровню бронированности, подвижности, рандомности брони или еще чего-либо. Ну, вот не хотят они. Просто хотят заходить и просто играть. И им все равно, проиграют они или выиграют. Они из трусов из-за этого не выпрыгивают. Они просто получают удовольствие от самого процесса. Они стараются. Может, у кого-то чуть не получается. Может, за штурвалом сидит какой-нибудь десятилетний. Ну, короче говоря, ребят, к чему рассказываю? Рассказываю к тому, что я когда-то говорил, что есть два типа игроков, как в дикой природе. Есть травоядные и есть хищники. Так вот, если ребята, которые имеют хорошую стату, это хищники, да, которых меньше, чем травоядных, они умеют загрызть, они умеют классно отыгрывать, набрасывать много урона. Есть травоядные, которые имеют средний или низкий уровень процента побед. Они не имеют высокого уровня среднего урона. Они играют в песке, они играют где угодно. Из-за этого их стата не такая прям великолепная, как хотелось бы статистам. Так вот, ребят, я всегда говорил, что если забрать у травоядных хищников, травоядные однозначно выживут. И все с ними будет нормально. И у них все будет хорошо. И дохнуть они будут, в принципе, как обычно, предусмотрено по возрасту. А вот если у хищников забрать травоядных, вот теперь, ребят, мы посмотрим, к чему это приведет. Потому что хищникам придется схлестнуться с хищниками. И набивать средний урон станет уже куда тяжелее. И процент побед в таком случае выдерживать станет тоже тяжелее. Потому что гораздо легче победить команду, в которой есть трое или четверо среднячков, которые не очень хорошо себя показывают. И гораздо тяжелее победить команду, в которой будут такие же товарищи подкованные, как и ты сам. Поэтому, ребят, время нас рассудит. Ну и теперь мы посмотрим, кого в рандоме больше. Супер-мега-статистов или, ребят, среднячков. Напомню еще раз, я ничего против не имею статистов. Каждый кайфует от того, от чего ему нравится. Но если мне нравится играть на ПТ-шках, я не буду при этом поносить тех, кто играет на тяжелых танках или на средних танках. Только лишь потому, что я играю на ПТ-шках. У каждого свое удовольствие. Так вот, если вы, конкретный человек, который смотрит мое видео, являетесь статистом, который придерживается статы, который хочет набивать максимум урона, который хочет, чтобы у него была максимальная циферка по проценту побед, Пожалуйста, друг любезный, играй себе в удовольствие, никто тебе не мешает. Просто не надо бросаться какашками в тех, которые не настолько крутые игроки, как ты. Вот и все. Поэтому я для себя разграничиваю статистов на два типа. Первый, порядочный статист. Это тот статист, который просто ради статистики играет, любит придерживаться статистики, и это его цель. И у меня к нему нет ровным счетом никаких вопросов, как я уже сказал. Каждый танцует так, как ему нравится. И второй тип статистов, это хамовитые статисты. Так вот, ребят, хамовитым статистам сейчас станет немножечко похуже, потому что хамить, ребят, будет уже гораздо меньшему количеству возможностей. И я уверен, что когда они все вместе соберутся в одной, я бы так сказал, упряжке, вот там будет интересно, кто в лес, а кто под рова. На данный момент у меня все. У меня приятная новость была для среднячков таких, как я сам. Ну а если вы за честные обзоры, ну и если вам не надо всякого рода блестящая мишура в глаза, для того, чтобы получать удовольствие от игры и покупать себе товары в магазинах, подписывайтесь на мой канал по вот этому вот желтому шильдечку в правом нижнем углу. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.